привет друзья зимний сезон дальнобоя продолжается нахожусь во флориде температура не сильно жаркая наверно плюс 18 где-то на улице ну в любом случае лучше чем зима в других местах хотя снег я тоже люблю сегодня хочу ответить на некоторые вопросы которые мне приходят в комментариях на моем youtube канале и в инстаграме например вот человек спрашивает а когда вы дальнобойщики отдыхаете если время вообще отдохнуть я могу сказать что конечно эта работа такая которая занимает достаточно большую часть твоей жизни отнимает занимает много времени но зарабатываешь как бы неплохие деньги поэтому времени чтобы отдыхать может быть не так уж много но появляется возможность отдыхать стараешься использовать любую возможность чтобы отдохнуть и на это есть деньги то есть вот в этом плюс потому что во многих других случаях можно иметь кучу свободного времени но не иметь денег чтобы куда-то поехать чтобы чувствовать себя свободно комфортно и так далее если касаемся путешествий то все-таки время на путешествия у дальнобойщиков есть потому что они могут брать выходные но если вы не работаете в какой-то крупной американской компании где конкретно у вас известен ваш отпуск а если вы работаете как большинство наших русскоязычных вы работаете также на таких же компаниях больших или небольших то в таком случае вы можете согласовать свой отпуск так сказать в любое время то есть вы можете заранее предупредить хозяина фирмы или вы можете договориться там с другими водителями или еще как то то есть я в данный момент работаю в компании и если мне нужен отпуск то просто за две недели до того как он мне нужен я предупреждаю и все иду в отпуск то есть очень многие трак драйверы работают в сумме за год не больше девяти месяцев то есть остальное время они берут там или по две недели или на всю зиму уезжают отдыхать так что варианты есть разные и на тот вопрос есть ли у трак драйвера отпуск и как вы успеваете отдыхать я хочу ответить что это одна из наиболее таких свободных работ когда ты можешь если это твой трак то поставить трак и поехать отдыхать если ты работаешь на компанию то договориться если у тебя трак в лизинге то или вернуть его в лизинговую фирму на время или кого-то посадить на этот трак вместо тебя на то время пока ты будешь отдыхать то есть какие-то варианты все равно найти можно кто хочет тот найдет так отвечаю на следующий вопрос почему рубрика про питание дальнобойщика была у меня но нет рубрики готовим в траке почему же я не готовлю в траке как у многих блогеров такие есть рубрики макароны по-флотски взял из дома разогрел микроволновочки и кушаю себе на природе во флориде в приятной обстановке значит рубрики готовим в траке нет связи с тем что работаем мы в тиме вдвоем есть напарник то есть если я бодрствую записываю для вас видео значит этот момент спальнике трака спит напарник поэтому я не могу если я не сплю в это время готовить потому что там человеку нужно отдохнуть чтобы заступить свою смену бодрым свежим и выспавшимся что я там в траке не видел поэтому я предпочитаю кушать на природе или где-нибудь это все происходит по моему мнению гораздо веселее чем постоянно сидеть в траке поэтому хочется сказать тем кто говорит что жизнь трак драйвера это жизнь в будке это не так а живу я вот где угодно заезжаю в различные места много где бываю общаюсь с людьми смотрю что вокруг питаюсь на природе так что жизнь трак драйвера это не только жизнь в будке это еще и много другого интересного следующий вопрос как пойти работать в amazon этот вопрос возник из-за того что значит предыдущих своих видео я показывал что мы возим амазоновские триллера показывал как работать с амазоновским приложением и вообще рассказывал о работе с компанией amazon значит в ответ на этот вопрос я хочу рассказать что во первых я не работаю в самой компании amazon и у amazon нет водителей которые ездят на дальние дистанции то есть в амазоне именно непосредственно в amazon можно пойти работать только на траке которые возят триллера или в пределах ярда в пределах склада или которые возят триллера амазоновские на небольшие расстояния в пределах 100 миль то есть это не работа дальнобойщика это работа по местности локальная работа в амазоне да поэтому все мы кто возит амазоновские триллера на дальние дистанции все мы работаем на различные маленькие компании в основном русскоязычные ну всякие разные маленькие небольшие но на разные компании которые являются контракторами у которых есть контракт с амазоном я работаю в обычной маленькой компании у которой просто есть сейчас контракт с амазоном поэтому сейчас мы возим amazon завтра не будет контракта будем возить что-то другое. Рефрижераторы у нас есть. Будем возить рифер, будем возить рефрижератор. Дальше был еще вопрос, насколько страшно ли было начинать работать трак-драйвером и была ли у меня какая-то предрасположенность и опыт работы до этого. Тут я могу сказать, что я абсолютно никогда не имел никакой водительской работы. Я был ветеринарным врачом, музыкантом, кем угодно, но никак не водителем и тем более не водителем грузовика. Поэтому мне было тяжело, но все приходит с опытом. То есть первый месяц где-то там я походил в школу, поучился, дальше уже поехал там уже три недельки в компании, поучили меня и так потихонечку, потихонечку все пошло. Я не научился ездить на механической коробке передач, хотя я получил драйвер-лайсенс и я имею право ездить на траках с механикой. То есть не имел достаточной практики, чтобы освоить механическую коробку передач. Поэтому я езжу на автомате и сейчас я бы всем советовал идти в школу, учиться на автомате и работать в компаниях на новых траках, которые с автоматической коробкой передач. То есть абсолютно необязательно уметь переключать передачи и уметь ездить на механике. Я могу сказать, что как бы ни было тяжело, абсолютно любой человек может научиться этому делу, просто нужно чуть-чуть потратить на это времени, это ремесло, то есть все приходит с опытом, так что не бойтесь, начинайте, все будет получаться со временем. Вот сегодня 31 января, я считаю, что вот такая погода, конечно, для зимы вполне неплохая, когда едешь во Флориду, каждый раз приятно здесь побывать именно зимой, то есть летом здесь очень сильная влажность и жара, поэтому летом прямо как-то тяжело дышать, как-то тяжело переносить. А вот с осени, осень, зима, весна, прекрасно, очень приятно съездить во Флориду и здесь побыть просто супер. Хочу вам показать запись из своих архивов, как мы с женой ездили в город Принстон, мы там бываем достаточно часто, заезжаем туда прогуляться, отдохнуть, выпить кофе, пройтись, поэтому сейчас покажу вам запись осеннюю, этой осенью мы гуляли по Принстону, уже у меня есть на канале прогулка по Принстону, часть первая, пусть это будет прогулка по Принстону, часть вторая, просто пройдемся по территории Принстонского университета и покажем вам ту красоту, которую мы там наблюдали сами. Спасибо огромное за то, что вы со мной, увидимся, пока, приятного просмотра! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Попадаешь в такие места и становится жалко, что нельзя жизнь еще раз прожить заново и учиться уже не в Омском ветеринарном институте, а в Принстонском пожить здесь студенческой жизнью в этих старинных корпусах. Какое-то прямо веет такое дух знаний, старины, чего-то глобального такого и очень красивого. Ахитектура просто оболнена. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнал «Симон»! Принстонский университет входит в Лигу Плюща. Плющ мы с вами видим непосредственно на зданиях университета. А вот там видите такие камни, на которых написаны выпуски? Это выпускники каждого года закладывают камни. То есть вот там видно 90-й, 91-й, 92-й, 93-й, 94-й. Вот тут у меня классный, 61-й, с годами выпуска заложены камни. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!